МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы не пострадали незащищенные слои населения, Венсполская городская дума решила с 1 сентября 2015 года ввести новое пособие. Частичную компенсацию квартплаты смогут получать венсполщане, проживающие в квартирах, принадлежащих самоуправлению, имеющие статус малоимущего или неимущего лица, а также одинокие пенсионеры или инвалиды, чей средний доход за последние три месяца не превышал 257 евро 82 центов в месяц. Компенсация составит 20% от квартплаты, и высчитываться она будет с учетом компенсируемой площади квартиры. Если квартира однокомнатная, то будет учитываться общая жилая площадь. Если двухкомнатная, тогда 27 квадратных метров на первого человека и 15 на каждого последующего, при этом не превышая общую площадь. Дети-сироты будут получать компенсацию на оплату квартиры в размере 5%. Ирбанский комплекс радиотелескопов задействован в исследованиях ведущих европейских и мировых научных центров. Это придает нашему научному объекту огромное значение не только в масштабах Латвии. В ноябре прошлого года антенну демонтировали, чтобы провести ремонтные работы. О том, как они проходят и когда вновь заработает Ирбанский радиотелескоп РТ-32, смотрите в сюжете Аниты Рыжик. В рамках работ по модернизации радиоастрономического центра Вырбины в ноябре прошлого года с радиотелескопа была временно демонтирована антенна весом около 60 тонн и диаметром 32 метра. Для проведения реновационных работ был построен специальный тент, который обеспечил соответствующие условия для ремонта зимой. Вначале у работников много времени ушло на ознакомление с объектом и его техническими характеристиками. С декабря во все идут сварочные работы. В этой конструкции 20 тысяч элементов. Все трубы проверяются. На поврежденных местах проводят сварочные работы или устанавливают новые узлы. Работа идет по плану. На данный момент мы планируем, что все удастся отремонтировать согласно проекту к началу июня, установить обратно все пластины и поднять конструкцию в первоначальную позицию, чтобы начать исследовательские работы. Сварочные работы будут длиться до июня. Сотрудники компании «Остас Целтникс» и «Вэнсплс Мэтт» и «Нашина Срупница» трудятся в две смены – днем и ночью. Работы не прекращаются ни на один день. С помощью пескоструя устраняется ржавчина, старая краска, чтобы можно было увидеть, нет ли еще каких-либо повреждений, нет ли необходимости еще какой-то элемент исправить. После этого этапа всю конструкцию очистят пескоструем и покрасят. Зеркало антенны состоит из 944 алюминиевых пластинок, которые тоже были сняты, чтобы они не были повреждены во время проведения сварочных работ. Каждую из них чистят и ремонтируют в закрытом помещении, чтобы пластины не испортились. «Тут еще есть секундарное зеркало на четырех ногах. Все это вместе образует систему считывания данных. Это зеркало тоже ремонтируют. Оно будет находиться в теплом месте, пока его не поднимут обратно». Одна из задач проекта реновации Ирбанского радиотелескопа – это улучшение точности системы управления движением средних и крупных параболических антенн. «Раньше антенна была статичной. Ею нельзя было управлять, так как все проржавело. Теперь будет возможность ею двигать по трем остям. Это обеспечит лучшие результаты в научных исследованиях». Таким образом, после реконструкции радиотелескоп РТ-32 будет иметь сверхчувствительную регистрационную систему. «После окончания ремонта этим годом летом здесь будет очень знаменитый объект научной инфраструктуры. У нас будет один из самых лучших инструментов в Северной Европе. С помощью которого мы можем исследовать космическое пространство и мы можем также участвовать в больших этих научных проектах в уровне Европы и даже мира. Это очень важно для развития ИКТ-сферы в Энспилсе, в Латвии, курсами, потому что таким образом мы сможем участвовать в проектах многомиллионных, которые происходят в Европе в рамочной программе «Хоризонт» и так далее». Благодаря тому, что в Энспилсе есть такой объект, наш город играет важную роль на научной мировой арене. Появилась возможность привлечь европейские финансовые средства, принимать участие в различных международных конкурсах проектов. «Здесь будет такой центр международный, где и наши международные студенты будут практиковаться, а также мы ожидаем, что в будущем здесь будут приезжать ученые из других стран. Так что это очень будет способствовать интернационализации нашего вуза, а также, конечно, наш город будет подниматься на более высоком уровне, уже будучи известным в плане этого радиоэкономического центра уже как вороб науку». «При использовании достаточно небольших финансовых средств у Латвии появилась возможность получить объект инфраструктуры с очень большим потенциалом. Ничего подобного с нуля мы не смогли бы себе позволить. Эту возможность надо использовать. Она просто отличная». Снятое из-за реновации зеркало антенны Ирбанского радиотелескопа РТ-32 планируется установить обратно этим летом. Проект ремонтных работ разрабатывался в сотрудничестве с немецкими специалистами, которые дают гарантию, что он прослужит еще как минимум 20 лет. Приближается время, когда родители, дети которых этой осенью станут первоклассниками, начнут писать заявления на прием в общеобразовательные учебные заведения. Уже в понедельник 2 февраля с 8.00 начнется регистрация детей в первые классы общеобразовательных школ Венсповса на 2015-2016 учебный год. Регистрация детей проходит в школах. Чтобы зарегистрировать ребенка, родители должны взять с собой удостоверение личности, свидетельство о рождении и подать директору учебного заведения заявление о приеме ребенка в школу. Торопиться не стоит, но и откладывать дело напоследок тоже нельзя, ведь в некоторые школы Венсповса родители занимают очередь задолго до начала регистрации. О том, как проходит регистрация школьников в первые классы общеобразовательных учебных заведений Венсповса и чем руководствуются родители при выборе школы для своего ребенка, смотрите в одном из наших следующих выпусков новостей. Почти миллион евро в этом году будет потрачено на ремонт и реконструкцию венсповских учебных учреждений. Средства выделены для всех детских садов и школ. Особое внимание в этом году будет уделено кабинетам общеобразовательных школ, в которых знания получают первоклассники. Почти во всех школах отремонтируют самое малое один такой кабинет. Подробнее в сюжете. Ежегодно в городском бюджете Венсповса предусмотрены средства на проведение необходимых ремонтных работ в учреждениях образования. В детских садах города каждый год ремонтируется самая малая одна группа. Так, в детском саду Рутитес осталась всего одна группа. Разительно отличаются от ремонтированной группы, красочные, оснащенные новой мебелью от неремонтированных. В каждой группе имеется вот такая небольшая кухонька, где помощники педагогов раскладывают малышам еду, а затем моют здесь посуду. Еду готовят в пищеблоке. Помощники учителя приносят еду сюда. Здесь они только раздают еду, накрывают столы, а затем моют посуду. Приятнее выполнять свои обязанности в отремонтированных помещениях, нежели в таких, которые давно ждут своей очереди, признаются сотрудники детского сада. Помимо группы в детском саду Рутитес планируется отремонтировать и пункт здоровья. Пункт здоровья – это то же самое, что раньше было медицинским кабинетом. Мы можем гордиться тем, что у нас здесь есть два отдельных кабинета. В одном медсестра принимает родителей, консультирует их, плюс здесь проводятся антропологические замеры детей два раза в год. За этой дверью мы обнаружили небольшой коридор и еще три двери, за одной проходят занятия у логопеда, за второй – своего рода изолятор, за третий – кабинет медсестры. После ремонта медсестра и логопед поменяются кабинетами, так как для занятий по развитию речи требуется более просторное помещение. Во время занятий с детьми важно не только наличие зеркала, чтобы дети видели, как выговариваются звуки слова. Дети осваивают произношение звуков, занимаясь на ковриках с мечами, различными другими методическими материалами. Поэтому необходимо помещение побольше. Ждут в детском саду рутит из и ремонта коридора, соединяющего два корпуса. А вот в учреждении дошкольного образования Маргри и Этене с нетерпением ждут строительства такого же соединяющего два здания коридора, технический проект которого будет разработан в этом году. Наш детский сад, ромашка, делится на два здания. Вот первое здание и второе здание. Чтобы нести пищу, нянечкам приходится идти по улице, вот по той дорожке. Когда будет переход, то будет с угла этого. Тот угол соединен, коридор такой, да. И уже не надо будет ходить по улице. Несколько раз в день работникам этого учреждения приходится выходить на улицу, чтобы перейти из одного корпуса в другой. Самое трудное есть помощникам учителя, потому что им надо носить пищу из кухни в свою группу. И это как минимум три раза в день они ходят с тяжелыми ведрами в любую погоду. Дождь, снег, ходят за пищей, носят все это. Ходить приходится не только персоналу, но и воспитанникам. Чтобы посмотреть спектакль или другое мероприятие, малыши вынуждены одеваться, дабы пройти несколько метров по улице до второго здания, затем раздеваться, вновь одеваться и идти обратно. Особые трудности это доставляет самым маленьким. Которых надо одевать, они сами еще не одеваются, надо смотреть, чтобы все было в одежде порядке. Но также надо смотреть и за большими. Они одеваются, они переходят, они раздеваются, посмотрят, участвуют, опять одеваются, опять приходят, обратно раздеваются. Хотя все рядом. И мы очень-очень ждем этот переход, это нашу жизнь очень облегчит. Благоустроена будет вся территория, новые красивые участки, дорожки. Все у нас будет очень красиво. Это кабинет труда мальчиков в Венсполской третьей средней школе. Пожалуй, это единственное помещение, которое директор школы старается скрыть от посторонних глаз. Часто, когда приезжают гости из Латвии, из других городов, других республик и других государств, конечно, практически все просят, покажите кабинет труда. И я всеми возможными и невозможными нюансами и силами пытаюсь его, скажем, не показать. Их на сегодняшний день, я хочу сказать, что это самый, наверное, некрасивый, самый необорудованный класс в школе в нашей. И кабинет труда, трудового обучения мальчиков – это то место, где можно практически приобретать жизненный опыт, то, что мальчикам будет необходимо в жизни. Уже в следующем учебном году третья средняя школа сможет с гордостью демонстрировать отремонтированный кабинет домоводства по проекту учителя труда Санты Далбы. Мне кажется, что он бы был или будет интересным, поскольку кабинет несовременный, с такими интересными вещами, если, например, устал ребенок, есть уголок отдыха, ну, так, должен быть, но поскольку у нас кабинет столько, сколько есть. Перегородок первый неправильно сделан, его надо передвигать подальше, там надо было выдвижные шкафы, которые внутри вставлены. И для чего? Для того, чтобы могли дети оставлять свои работы, а сейчас они пока держат в шкафчиках, чтобы не растерялись, нету места. А, в принципе, должны все работы здесь оставлять. Около 22 тысяч евро зарезервировано в бюджете на ремонт этого кабинета. Санты мечтают, чтобы в кабинете был интернет, интерактивная доска. Все это позволит вызвать больше интерес у учеников к урокам труда. У нас меняется пол, ставится кафель, и если не кафель, тогда сейчас есть этот новый стиль, что можно разлить специальную такую цементную массу, которая, да, она становится для того, чтобы на ней могли работать. Потом стены, да, меняются электричества, добавляются еще полочки. Для кабинета приобретено новое оборудование, которым ловко управляет Санта. Нет, я же специально училась на учитель труда, и у меня плюс коллеги мужчины все, они меня ценят, уважают, понимают, что я такой же мужик, как они, если надо. Но им нравится то, что у меня видение другое. Когда, например, у нас Олимпиада или что-то еще, им нравится то, что я придумываю какой-то дизайн. По-другому я думаю совершенно. У них конкретно, а у меня еще так, как у женщины, свое мнение. Самые объемные работы запланированы во второй средней школе. На 160 тысяч евро здесь заменят внутренние водопроводные и канализационные сети, отремонтируют помещения, кухни и санитарные узлы. На 125 тысяч евро в этом году будет приобретено учебных пособий. Продолжит самоуправление, датировать и комплексные обеды для школьников. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Выпуски новостей Венспуса на русском языке. В прошлую пятницу мы рассказывали о жильцах дома на улице Сигулдос, 25, которые жаловались на то, что утепление дома, которое пострадало от очередного урагана, создавало в их квартирах шум. Меньше чем за неделю ситуация изменилась в положительную сторону. По последней информации, уже в начале этой недели к дому на Сигулдос, 25, был подогнан строительный кран. Были спилены неровные края панели утепления дома, а также заделаны швы, чтобы не скапливалась вода. Уже прошлой ночью жильцы отметили, что по ночам в квартирах стало намного тише, и отныне они могут спать спокойно. 11 февраля в Латвии пройдет традиционный день теней. Участие в нем примут также венсполские предприятия и учреждения. Венсполская городская дума предлагает в этом году 21 вакансию. В этот день школьники смогут познакомиться с работой председателя Венсполской городской думы Айвара Лемберга, его первого заместителя по вопросам инфраструктуры Яниса Витлэнша, первого заместителя по вопросам сотрудничества Гундеса Блумберга, заместителя Дэдиса Ошенекса, первого заместителя исполнительного директора городской думы, заведующей отделом управления капиталом Риты Озолани, заведующей ЗАГСом Регины Лаздены и ее заместителя Гундеги Лаксдени. День теней проводится в целях профориентации школьников. Организаторы полагают, что пообщавшись с представителями конкретных профессий, познакомившись с их трудовыми буднями, учащиеся смогут понять, правильный ли выбор они сделали. Записаться на День теней можно до 4 февраля на сайте www.nudna.lv. На этом же сайте доступна подробная информация об этом мероприятии. 7 февраля в Венспулсе пройдет День здоровой почки. Регистрация участников начнется в 10.30. В 11.00 в первом зале собравшиеся смогут подробнее ознакомиться с возможностями заместительной почечной терапии в Курзаме. Будет представлено оборудование, используемое при гемодиализе и при перитониальном диализе. Можно будет бесплатно проверить уровень гемоглобина, измерить давление и получить консультации специалистов. Во втором зале с 11.00 утра будут проходить лекции на темы, связанные с заболеванием почек, лечением, правильным питанием. День здоровых почек проводит Курзамский почечный фонд. Мероприятие пройдет в реабилитационном центре по адресу улица Вазарницу 32, вход со стороны улицы Медли. О судьбе бездомных кошек в Венспулсе заботятся неравнодушные люди, подкармливая животных. Организация общества защиты животных наладила сотрудничество с Венспулской городской думой, результатом которого стала помощь самоуправления, выражающаяся в выделении средств на стерилизацию нескольких кошек в месяц и выделении помещений, в которых кошки содержатся после операции. Четвертый год подряд Венспулское общество защиты животных выхаживает уличных котов после проведения стерилизации в помещениях по адресу Талсу-1. Благодаря тому, что самоуправление выделило нам это помещение, а потом еще мы очень упросили и согласились на вторую комнату, мы имеем возможность содержать кошек после стерилизации. А на сегодняшний день очень большая проблема в том, что на улице холодно и мы шесть кошек в месяц стерилизуем, а выпускать их просто некуда. Они погибнут, замерзнут. Часто кошки остаются без крыши над головой по вине человека. А вот когда надо помочь бездомным животным, люди становятся равнодушными к этим проблемам. Даже когда кто-то готов взять на себя решение вопроса и от человека нужно только согласие, не все идут навстречу. Я уже так сильно стараюсь на то, чтобы уговорить жителей многоэтажных домов, чтобы они согласились построить вольер, который получается закрытое, изолированное помещение, пристроенное к подвальному окошечку. Кошки не будут ходить по подвалу, и тем не менее они будут иметь возможность спрятаться, покушать и, ну, мне даже не переночевать, а скрыться от холода и дождя. И очень трудно. Вот только в двух домах удалось уговорить лилась проспект 24, лилась проспект 21. На 21 я сама добилась с того, чтобы и оплатила этот вольерчик. Жители не понимают, что им не нужны ни средства, не надо будет заботиться об этих животных. Средства у нас периодически есть. Венцполскому обществу защиты животных удается найти своим подопечным новый дом. Но далеко не всем. В течение прошлого года, вот за 14-й год, мы нашли новых хозяев, хозяев 53 кошкам. 53 кошки ушли благополучно жить в дом. Мы общаемся с этими людьми, они нам присылают фотографии, мы посещаем их. И довольны мы, и довольны те, которые кошек взяли. Даже по два котенка берут. Мария отмечает, что они рады любой поддержке, и материальной, и моральной. Нужны люди, которые готовы приходить к животным, кормить их, менять песок. Желающие присоединиться к активистам Венцполского общества защиты животных могут позвонить по телефону 29 288 968. Татьяна Саксаганская, Мартис Путник, Скурзмское телевидение. Здесь какое-то бедно? Да. Здесь проливалась кровь. Я все-таки предупреждаю вас об опасности. В замке живет привидение. В венцполском крае в уголы на этой неделе собрались работники железнодорожного магазина и общество потребителей, чтобы все вместе принять участие в открытии выставки об истории угольского магазина, а значит и их жизни. Об истории угольской волости уже издано две книги. Возможно, что через некоторое время выйдет книга об истории угольской почты и магазина. Шоссе Венцполс-Рига проходит через исторический центр поселка Угалы. Именно здесь раньше встречались жители поселка, обменивались новостями, общались. Теперь местом таких встреч является магазин. Здесь можно, приобретая продукты, встретить своих соседей и поболтать. Годы уходят, люди покидают этот мир. И чтобы сохранить историю, угольская библиотека решила организовать выставку. Это своего рода небольшой памятник бывшему центру Угала, которого больше нет. Для библиотекарей нет больше радости, чем интерес к проделанной ими работе со стороны жителей Угала. Выставку можно будет посмотреть до 15 марта. «В принципе, нам надо было только оформить материал, систематизировать его. Мы брали материал с сайта периодика.лв. Искали все имеющиеся там материалы об Угальском обществе потребителей». Райма прекрасно помнит то время, когда угольскому обществу потребителей и железнодорожному магазину хорошо было знакомо такое понятие, как дефицит. Для потребителей угольского общества потребителей открытие выставки стало причиной собраться вместе и повспоминать минувшие события, свою нелегкую в те дни работу. «Нам подвозили товар к складу и говорили, Райма, ищи, кто тебе поможет все это выгрузить. И мы сами таскали 70-килограммовые мешки с мукой, 50-килограммовые мешки с сахаром, сотни ящиков с алкоголем, водкой. Все это своими руками таскали». Жительница Угала Лаймдота Юнкера написала несколько книг об истории Угальского края, в основу которых легли рассказы очевидцев. Поколения меняются, и то, что для одного поколения считалось само собой разумеющимся, для следующего становится историей. «Я из своего детства помню, как было в магазинах. Товары заворачивали в бумагу, как сумму считали на счетах. Был такой звук определенный. Все записывали на бумажке. В советское время – это огромная история. Вся модель жизни была совсем другой». Самые большие очереди в магазинах образовывались, когда привозили импортный товар, дефицит. «Покупатели думали, что все эти товары мы только для себя и для своих друзей берем. А ведь были такие случаи, когда приходили люди и говорили «Райма, у меня юбилей или похороны. Не можешь ли ты мне помочь?» И я старалась помочь всем». На выставке представлены и свидетельства более раннего периода. Здесь можно увидеть, какие были буфеты, магазины, ремесленники в довоенное время. «Время бежит стремительно. Многое меняется, исчезает. За последние десятилетия все сильно изменилось. Посмотреть только на магазины. Это уже совсем все другое». На выставке собрано 145 фотографий и 450 газетных статей. Угольская библиотека ранее исследовала историю железнодорожной станции и Угольской почты. Татьяна Саксаганская, Гонда Порнецца, Инджодзинш, Курзамское телевидение. В этом году пройдет традиционный матч звезд Alderis LBL, который после долгого перерыва возвращается в баскетбольный зал Олимпийского центра «Венсплс». Пока проходят приготовительные работы к этой игре, которая состоится 21 февраля, все болельщики и поклонники баскетбола могут голосовать за игроков команды LBL, которые будут играть в основной пятерке. Голосовать можно до 10 февраля на порталах basket.lv, delphi.lv и draugem.lv. Для каждой команды болельщикам нужно выбрать двух защитников, двух нападающих и по одному центровому игроку. С одного IP-адреса голосовать можно раз в день. Во время матча звезд пройдут также традиционные соревнования исполнителей трехочковых бросков, конкурс «Слэмданк», конкурс мастерства, соревнования тренеров по броскам с центра. И, конечно же, конкурс чирлидеров команд. У венсполчан есть возможность поддержать своих в пятерке лучших и проголосовать за игроков команды БК «Венсполс». Матч звезд состоится 21 февраля в Олимпийском центре «Венсполс», где уже восьмой раз будут состязаться команды LBL со сборной легионеров. В прямом эфире за игрой можно будет следить на телеканале LTV7. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Не забудьте посмотреть прогноз погоды на завтра. И до новых встреч! Л БК «Венсполс» «Здесь какое-то пятно?» «Да. Здесь пролилась кровь!» «Я все-таки предупреждаю вас об опасности!» В рамке живет привидение. Ходят звери по сие, я иду к вам страшно в снег. Чтобы ежедневно знать, что происходит в Венсполсе, смотри передачи Курсумского телевидения на канале Ре-ТВ. Каждый рабочий день в 19.30 с повторами в час ночи, в 8.30 утра и днем в 14.45. А также в любое удобное для тебя время на информационном канале кабельной сети Скатвис и в видеоархиве на домашней страничке Курзум СТВ.ЛВ в интернете. Единственное телевидение в Венсполсе – Курзумское телевидение. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Все происходит прямо на твоих глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова